Выставка Павла Петровича Громова, персональная. Он у нас замечательный акварелист. Здесь работы представлены именно сделанной акварелью. Натюрморты, пейзажи. Это его любимые сюжеты. Биография у него сложная. Родился в Подмосковье в 1927 году. Потом мама умерла. С отцом они переехали на Украину. Потом с Украины у него еще брат был. Его взяли в армию, так как он молодой был к концу войны. И он воевал с японцами на Тихом океане. Но воевал громко, по его рассказам, что он там недолго продержался. Быстро очень ранили его, очень серьезно. И он два года валялся в госпиталь и позвоночник повредил в Киеве. Но мечтал всегда быть художником. И вот, когда чуть-чуть прошел себя, он в Кишинев поступил в училище. Там хорошее училище художественное. Проучился. И почти 30 лет работал на телевидении в Кишиневском. Но обстоятельства изменились. Когда республики начали отделяться к русским отношениям в республиках. Очень резко поменялось. И он не выдержал. И в 97 году переехал в Сергию Посад. И с тех пор живет и работает у нас. Приняли его хорошо. Он человек трудолюбивый, талантливый. И такой, это, с хорошей харизмой, общительный. Поэтому как-то он, естественно, вписался в наш коллектив. Ну вот, и вот, значит, с 97, 18 лет уже где-то. Ну, правда, последний год он очень серьезно болеет. К сожалению. Ну, тем не менее, желание работать и участвовать в жизни коллектива в нем не погасло. Вот как ни странно. И здоровые, и молодые. А он попросил, хотя была выставка недавно, 85 лет, когда ему это стукнуло. Он говорит, мол, давайте сделаем, а то, может, это последнее. Ну, с таким настроением немножко. Ну, мы поднапряглись и сделали эту выставку. Активное участие принимал его сын, тоже художник. Он в кино работает. Проезжал тут Ира Вениченко. Ну, вообще-то, художники откликнулись, так как его уважали довольно активно. Почему выставка? Обычно мы два дня делаем. Вчера быстро сделали, потому что народу много было. Вот, активно каждый участвовал в свою часть работы, сделал, и мы развесили. Ну, работа у него такие жизнеутверждающие, видите. Есть какие-то моменты с трагическим уклоном. Вот, ну, они как это, единичные. В основном у него радостные цветы, цветущие сады Молдавии. Он и там в Молдавии много сделал. И в Сергеево Посаде уже очень давно много сделал акварели. Ну, акварели – это любимый материал. Многие художники работают, ну, как эпизодически в своей жизни, или эскизики делают, или это. А он как-то посвятил этому материалу основную часть. Хотя он там и маслом что-то пробовал, но это так, как бы, пробы пера. А вот акварель, ну, и достиг хороших результатов. Его акварели вызывают всегда восхищение. Техничные, эмоциональные очень, выразительные, образные. Ну, вы сами видите.